пока мы ждем новый iphone и хотелось бы целиком и полностью закрыть информационные поводы и новостные какие-то повестки дня и так получилось что даже в новостях без продуктов компании apple опять нельзя обойтись потому что айфоны показали шумиха новые слухи как обычно каждый год бывает но мы постараемся в этом новостном выпуске поговорить не только про компанию apple но и про другие компании как всегда уже традиционно в конце видео посмотрим на какой-нибудь гаджет который пришел к нам студию погнали после презентации apple осталось огромное количество вопросов к новым продуктам ответы на которые мы сможем найти только тогда когда фактически получим на руки устройство но несмотря на это купертиновцы продолжают удивлять буквально вчера в сети появилась информация о новом патенте на котором схематически изображена рамка нового iphone тот что будет в 2000 якобы девятнадцатом году предположительно сделано из прочного материала на основе углерода достоверно неизвестно что это за материал но согласно патенту покрытие защитит устройство от любых видов физических повреждений звучит сильно хорошо чтобы быть правдой то есть получить 2019 году не убиваемый iphone это как минимум наверное экономически невыгодно компании apple ну купил ты себе смартфон который долгое время не умирает не царапается и не слазит с него краски он вообще не гнется не разбивается это что получается производитель продает смартфон где-то года на три вперед и то есть будет получается этого пользователя деньги хотя если поставить цену на смартфон в 5000 долларов чувством удивляться apple наверно может то нормальная маржа зарядка air power та самая дощечка которую показывали на презентации еще 10 айфона якобы она должна заряжать одновременно и наушники и часы и смартфон ее как бы не то чтобы нет она очень сильно задержалась то по какой-то непонятной причине огромное количество людей просто раздули из мухи слона типа apple отказалась от разработки своего гаджета кто вам сказал что отказалась где написано что отказалась с чего вы взяли что отказалась удалили фотографию с официального сайта ну что это что официальное подтверждение того что компания отказалась разрабатывать это устройство к тому же была удалена не просто фотография air power сайта дело все в том что эта фотография была размещена на посадочной странице 10 iphone и в первую очередь удалилась страница про 10 iphone сайт и вместе с ней просто ушла фотка и на днях некоторые там эксперты аналитики инсайдеры раскрыли свет на то почему эта зарядка задерживается и с какими техническими сложностями столкнулась компания apple при разработке этого устройства оказывается там не просто какая-то дощечка чуть ли не целая операционная система нужна для того чтобы работала и так в чем же причина такой задержки произошло это как оказывается из-за аппаратных и программных проблем во первых сильные перегрева устройства во время тестирования этой дощечки якобы гаджеты сильно перегревались во вторых проблемы с активацией и точностью уровня заряда ну то есть air power на данном этапе разработки очень часто ошибается и не понимает какое устройство к ней подключили часы это смартфон это либо же это наушники может взять и вшарашить напряжение для одного гаджета другое совершенно и это все конечно чревато последствиями перегревом и так далее и тому подобное и третья проблема это возникновение помех при одновременной зарядке сразу трех гаджетов то есть получается перебои связаны с помехами от соседствующих катушек зарядных модулей вероятнее всего в этом году наверное уже не стоит ожидать air power как в принципе гаджет готовый для продажи с другой стороны огромное количество альтернатив уже сейчас существует и меня вообще удивляет тот факт что люди так вот возмущены ему где моя зарядка которая могу заряжать сразу при устройстве такое ощущение что это какой-то гаджет первые необходимости блин то мы жалуемся что гаджеты стоят дорого то теперь ждем зарядку которая не выходит и ценируем на ней внимание странная реакция как мне кажется конечно же все обратили внимание на то что в комплекте к новым айфоном уже не кладут переходничок для обычных наушников три с половиной мини джек честно говоря когда я услышал еще шум по поводу этого события я только сейчас понял что оказывается у меня в 10 айфоне был этот переходник я банально не вообще не помню то есть я не пользовался никогда потому что с одной стороны в комплекте бывают там как бы наушники которые по лайтингу подключаются с другой стороны ты уже выбираешь совершенно другие наушники то есть если ты покупаешь все другие наушники с три с половиной мини джеком которые будут стоить явно таки не дешево если у тебя iphone то наверное не проблема докупить себе этот переходник за девять баксов то есть я не вижу крайней необходимости в этом другой вопрос до apple жалобиться на комплектации там стоит старый блочок медленная зарядка это действительно дичь но с точки зрения переходника мне кажется хайп сильно переоценен и вот тут то можно плавно перейти к следующей новости компании one plus я думаю все помнят как в прошлом году когда seo компании давал интервью относительно выхода нового one plus 6 он сделал большущий акцент на том что у этого смартфона сохранился три с половиной дни джек то есть прям так вот говорил что мы беспокоимся своих пользователях мы знаем что у нас огромная армия фанатов и многие из них до сих пор пользуются проводными наушниками конечно же мы оставили этот разъем и что происходит сейчас в недавнем интервью относительно выхода one plus 6 он сам подтвердил что не будет никакого разъема в one plus 6 3 с половиной миллиметра миниджек потому что создание идеального продукта не означает что из него будут пропадать какие-то модули вообще как 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 это то есть за год что-то поменялось кардинально что ли в подходе компании конечно поменялось принципе да компания one plus выпустила беспроводные наушники может быть это стало причиной отказа три с половиной миллиметра миниджек но собственно скоро уже будет презентация one plus 6 ожидается что это будет очень хороший смартфон и все уже прекрасно знают как он будет выглядеть потому что который год подряд выходят смартфоны компании viva а по и так далее и они частично как бы повторяют дизайн будущей модели смартфона one plus будет маленькая капелька вместо моноброви будет новая быстрая зарядка и мне кажется что вот в этом году one plus 6т быстрая зарядка еще больше сможет нас удивить потому что он пласты в принципе очень быстро заряжались в этот раз будет прям очень очень мощно все даже на официальной картинке написано 80 процентов заряда якобы будет какой-то акцент ставится что наверное за полчаса он будет держаться до 80 процентов просто безумие конечно же в экране этого смартфона уже будет трендовый сканер отпечатка пальцев хотя если говорить про мой опыт использования такой технологии на примере смартфона meizu 16 это прикольно это работает но я не могу сказать что это прям технология которая прямо вот нет не могу я так сказать старый сканер отпечатка пальца мне кажется более привычные да это его можно нащупать ну это как бы просто демонстрация того что смартфон навороченный да с точки зрения практического использования ну надо будет посмотреть как это сделала хотя бы компания он класс осталось дать недолго закажем сделаем обзор распаковку все как обычно хотел продолжить новость про очень интересную приколюху от компании сяоми но прежде хочу рассказать вам про новое устройство которое пришло к нам в студию у нас их на самом деле очень много но я накопил этих устройств на следующем выпуске новостей чтобы красивенько их туда постепенно как бы интегрировать потому что обзоры отдельно сделать просто не вот нет возможности такого количества в общем новый смартфон на протяжении месяца я читал разные новостные сайты украинские не только и там постоянно всплывали новости о новом бренде который заходит на рынок называется он техно пишется через си техно в общем я решил знать что это такое да новые смартфоны которые как оказывается по некоторым маркетинговым исследованиями аналитическим исследованиям counterpoint research является брендом там в топ-10 мира по производству смартфонов я впервые про него слышу если честно то есть сейчас у меня в руках смартфон который у нас еще не продается возможно когда вы будете смотреть это видео начнет продаваться просто хочу вам рассказать о нем сегодня чтобы вы знали потому что ближайшее время месяц-два вы будете часто видеть эти смартфоны в обзорах у блогеров на полках магазинах сейчас идет массовые рекламные кампании прочие вещи у меня смартфон называется техно common x pro то есть это смартфон бюджетный ну как сказать бюджетного у всех разное понятие бюджетного смартфона здесь сделали акцент на двух вещах которые я лично обратил внимание во-первых на камере во-вторых на разблокировки по лицу я даже не знаю с чего начать рассказывать технических характеристик а потом назвать цену либо набросила цену а потом характеристики давайте начнем с цены ориентировочная стоимость в украине 6500 гривен 6500 гривен это плюс минус 230 долларов это получается цена смартфона который будет продаваться официально с гарантией то есть гарантия на территории нашей страны я думаю что такая же цена будет в других странах ну то есть точки зрения цены официально это очень хорошая цена что мы имеем 6-дюймовый экран это во-первых здесь 4 гигабайта оперативной памяти здесь 64 гигабайта постоянной памяти здесь процессор helio p23 мало известны для меня процессор но это и не обзор смартфона выводы делать пока не буду одна камера на 16 мегапикселей сэлфи камера на 24 мегапикселя кстати я оценил как работает сэлфи камера для смартфона за 230 баксов она прямо настолько резкая что передать невозможно даже пофотографировал сегодня вчера вечером там выходил на балкон ночные снимки посмотрел неплохо неплохо работает на что больше всего меня удивило это то как срабатывает сканер лица смартфоне за двести тридцать баксов он реально очень быстро работает я не знаю как они это сделать здесь нет моноброви здесь нет никаких отдельных датчиков да как это бывает у других смартфонов вот стандартный как бы формат смартфона 2017 2018 годов помните да многие смартфоны которые были без моноброви были вот такие я запускаю это все дело и он моментально разблокируется к тому же я проверил можно ли его обмануть да к примеру закрываю лицо он разблокируется закрываю глаза он уже не может разблокироваться то есть абсолютно адекватно срабатывает к слову работает на android 8.1 здесь стоит родная графическая оболочка так называемая хай о с у нее есть свои особенности в нее даже вдаваться особо не буду но довольно интересное решение за 230 баксов я думаю что будет пользоваться спросом для людей которым вы не обязательно покупать какие-то брендовые вещи которые экономят там на чем-то получается что да неплохо 6 дюймов хорошие камеры много памяти кстати аккумулятор 3750 миллиампер часов ну как бы тоже прилично для смартфона все зависит конечно от энергопотребления самого процессора helio p23 если вы знаете что-то об этом процессоре есть имеете какой-то опыт работы с этим процессором отпишите в комментариях чтобы вы знали вот так еще один доступный бренд на рынке теперь вы об этом знаете и вот таких вот штук мы будем часто брать просто и в новостях вам рассказывать потому что у меня здесь горы всего этого продолжаем новости и будем говорить про селом я начинаю дико любить эту компанию потому что вижу что внутри происходит кардинальные изменения не в плане там продукция в плане вообще понимания рынка отношения к рынку и некоторых отношений к конкурентам когда вышел новый айфон когда вышла презентация да к разные компании по-разному патрулили компанию apple но лучше всего это сделала реально компания силу не это просто гениальное решение на сайте меком появился раздел с рекомендуемыми покупками и компания сяоми взяла и создала специальные отдельные бандлы продукции под название новых айфон то есть что можно купить из сяоми за цену такого такого айфона был набор назывался xr да к примеру там официальная цена iphone xr в китае там такая то и за эти деньги можно купить ноутбук сяоми смартфон сяоми фитнес-трекер сяоми наушники сяоми следующий бандл называется iphone xs там уже цена повыше то есть можете себе получше ноутбук купить получше смартфон то есть думаете за за цену одного смартфона apple сяоми предлагает полностью рабочий набор ноутбук смартфон наушники фитнес-трекер полное безумие вот это вот очень правильный пиар маркетинговый подход очень круто сделано и действительно вот так вот смотришь и думаешь ну как такое может быть стоимость одного смартфона либо же сразу четыре устройства которые полноценные устройства то есть их нельзя назвать плохими да они нормально работают там android там windows хороший фитнес-трекер нормальные беспроводные наушники вот так вот нужно хайпить а не то как это делают другие компании неумело и неуклюже ну раз мы начали про сяоми то ей стоит наверное закончить недавно может не недавно месяц назад я уже поднимал вопрос о том каким образом компания сяоми зарабатывает деньги продавая смартфоны практически по себестоимости выяснилось что 70 процентов прибыли сяоми это продажа рекламы рекламных мест у себя в смартфонах в миюай и на телевизорах да различная люксовая реклама которую невозможно пропустить и совершенно недавно буквально вчера на форуме reddit пользователь один заметил что действительно в миюай 10 теперь реклама появляется еще и в настройках телефона то есть ты просто заходишь в смартфон там ковыряешься настройках хочешь там какую-то программу удалить к примеру и у тебя сплывает рекламный баннер и так вот интегрируется реклама внутри смартфона вот такая модель монетизации друзья что вы хотели если вы продаете покупаете смартфон стоимостью 300 баксов со снэпдрэгоном 845 откуда бабки откуда бабки на рекламе зарабатывать но и этим как бы грешновато не только сяоми потому что вот тоже недавно в твиттере опубликовал пост взял galaxy 0 9 абсолютно новый завел свою учетную запись поставил все программы вот просто вот все сделал и естественно в шторке уведомлений у меня появилась реклама вдумайтесь реклама кондиционеров samsung типа не забудь купить кондиционер samsung установка в подарок то есть к этому можно по-разному относиться нашлись конечно люди которые начали защищать samsung мол типа да ты просто дурак ты сам поставил галочку ее можно убрать до галочку эту можно убрать чтоб реклама не показывалась смартфоне если вопрос какого хрена вообще должна там показывается в смартфоне который стоит там тысячу евро какого хрена вообще там должна быть такая функция показа рекламы ну то есть неужели есть какой-то человек в здравом уме который покупает смартфон и думает вот было неплохо если бы там уведомлениях была реклама нет нет это же дичь к тому же это смартфон который стоит дорого ну то есть я не знаю если это смартфон который стоил там 200 баксов его там напихивали рекламы знаете как это бывает дешевое мобильное приложение держи рекламу хочешь типа отключить рекламу покупай полную версию здесь smart который стоит штукарь какая реклама чем вообще и вообще не должно быть системе такой вообще даже мысли такой даже не должно быть никто должен об этом подумать не должен но это есть ну и раз мы уже заканчиваем на такой бомбежной ноте немножко подольем масло в огонь спор по поводу того кто выпустил раньше 7 нанометровый процессор в смартфонах я думаю многие заметили в твиттере и других социальных сетях что компания apple на презентации нового айфона сказала что это первый на рынке смартфон 7 нанометровым техпроцессом что после этого началось это просто жесть ну то есть люди начали так бомбить типа до huawei первое показала да то да сё когда я делал видос про презентацию apple я так и сказал что действительно там три недели назад компания huawei показала свой 7 нанометровый кирин 980 но только понимаете в чем смысл то первый смартфон который появится у людей на руках вот реально физический смартфон который можно пощупать который работает на 7 нанометровом техпроцессе это iphone потому что он выходит уже когда вот на днях завтра или послезавтра уже у людей на руках он будет а первый смартфон на андроиде ну то есть мы и 20 да там накиды 980 появится через месяц в продаже то есть здесь очень спорный вопрос кто был быстрее тот кто заявил на бумаге что он есть либо же тот кто выпустил фактическое устройство а вот вы в комментариях напишите как справедливее говорить что первый процессор появился у huawei только потому что на его просто презентовала на словах впервые либо же первый все-таки смартфон на процессоре 7 нанометров будет у компании потому что он фактически вышел и выйдет раньше и здесь вообще вопрос а какая разница кто был первее то есть какая разница кто был первее вы знаете я могу сейчас тоже сказать в следующем году я выпущу 4 нанометровый процессор и пусть кто-то попробуй сказать что он золото первее ну то есть тоже как бы справедливо но как бы мне кажется это не очень корректно друзья с вами был иван лучков подписывайтесь на канал ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал ну там вся элита и вся крутая информация не знаю почему вы еще не подписались если конечно не подписать пока